Временно исполняющим обязанности мэра 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 Председатель Сейма Виктория Чмелития всех мэров, я единственный был временно исполняющий обязанности мэра среди мэров Литвы, там поднимались очень важные вопросы насчет изменения, с чем уже столкнулись законы местных самоуправлений, потому что много функций передано именно мэрам от директоров администрации. И вот, как пример, наше самоуправление, оно небольшое, и то, наверное, вот за эту неделю, меньше чем неделя прошла, уже там, наверное, 70 потворкисов распоряжений подписано, поэтому, ну, объем не маленький, а в таких самоуправлениях вообще, где еще сейчас функция передана мэру выдача разрешения на строительство, то вот разговаривал с новоизбранным мэром Вильнюса, он за первые три дня подписал более 500 распоряжений. Объем, конечно, колоссальный, вот такие темы поднимались и при председателе Сейма, и уже обязался Сейм в ближайшее время собрать опять рабочую группу и пересмотреть, доработать законы местных самоуправлений, чтобы все-таки работать мог мэр полноценное и хорошо. Наша ситуация, она, конечно, уникальная, такой в Литве нету, поэтому мы тут первопроходцы, но, в принципе, все успеваем. 2 мая Евгений Шуклин также посетил Министерство культуры, где у него была назначена встреча с министром Симоносом Кайрисом. Недавно были опубликованы рейтинги индекса самоуправления Литвы, и Висагина занимает в сфере культуры одно из таких последних мест. Ну, там много факторов, которые на это влияют, но, тем не менее, надо это менять. С министром обсуждали такие, анализировали вообще этот индекс, где наши слабые стороны, где можно было бы доработать. И также моя такая одна из самых идей, с которой шел и перед выборами тоже, что Висагина стал культурной столицей Литвы. В этом году в Таураге у нас является культурной столицей Литвы и разговаривал с мэром, что благодаря этому статусу удалось привлечь дополнительно в город очень много финансирования. В частности, благодаря статусу культурной столицы Литвы этот город получил средства для ремонта въездных дорог в город. По словам Евгения Шуклина, в списке дирекции дорог в Таураге удалось подняться с одного из последних мест в начало этого перечня. Такие проекты, они дают еще много сопутствующих таких вот благ для города. И поэтому сейчас в 2024 году будут подаваться заявки в Министерство культуры на получение статуса и будут рассматриваться даты 26, 27, 28 года. Хочется претендовать все-таки на 26 или 27 год Висогинесу с 75 года рождения, так сказать. Будет в 25 году юбилей 50 лет и было бы красиво в 50-летнем таком статусе получить такое красивое имя, как культурная столица Литвы. И тогда максимально использовать поездки по министерствам и привлечение дополнительных средств. 3 мая временно исполняющий обязанности мэра Висогинеса встретился с руководителями латвийской организации Гетто Геймс, которая проводит по всей Европе масштабные фестивали и соревнования уличных видов спорта. Я пригласил ребят, представителей Гетто Геймс, которые уже в Латвии очень хорошо всем известны, имеют такой свой бренд. О них мне подсказал мэр Даугапеса, с которым очень хорошо общаемся. И он сказал, что в принципе это один из самых за последнее время успешных проектов, которые действительно горожане оценили, которые с любовью приходят на эти мероприятия. И хотелось бы Висогинесе уровень мероприятий и детской занятости, детского спорта, уличного спорта поднимать. Вы упомянули мэра Даугапеса. После того, как у нас был подписан договор о сотрудничестве с этим городом, как-то все затихло, и мы ничего не слышали о совместных мероприятиях с Даугапесом. Никаких больше визитов не было после подписания договора. И вот сегодня было приятно услышать из ваших уст, что вы все-таки поддержите контакты с Андреем Элксишем. Даугапес наш самый ближайший сосед, и это надо использовать максимально. И на самом деле есть с чему поучиться у них, насколько много реализовано проектов, и тот же каток, и проведение праздников, привлечение подобных компаний, которые организуют мероприятия в городе. И видим, как Даугапес действительно меняется. Хочется, чтобы Висогинес не отставал. Такой была первая рабочая неделя временно исполняющего обязанности мэра Висогинеса. Продолжение следует...